Как качать пресс, чтобы он стал выпуклым, а талия не стала шире? Прямые и косые мышцы живота играют огромную роль в эстетике нашего телосложения. К сожалению, многие люди этого не понимают и тренируют пресс неправильно. Это приводит к очень некрасивому результату, после чего начинаются жалобы и вопросы, как исправить форму пресса. К сожалению, исправить обычно гораздо сложнее, чем сразу делать все правильно. Начну с плохих новостей. Количество кубиков пресса не зависит от наших тренировок. У одного человека 2 кубика пресса, у другого 12. Количество перепонок между кубиками задается генетически. Асимметрия мышечных кубов, кривой, косой пресс, это тоже генетика. Ты не можешь повлиять на расположение кубов, например, если они расположены не ровно, а в шахматном порядке. Также на генетическом уровне уже задано, узкая у тебя талия или широкая, массивно ли твои косые мышцы и выпуклы ли твои кубики. К счастью, на это мы уже можем в некоторой степени влиять тренировками. Теперь хорошие новости. Абсолютно у каждого человека с рождения уже есть довольно неплохие кубики. Брюшной пресс – это мышца, которая автоматически работает при любом движении в поседневной жизни. При каждом повороте, наклоне, когда мы поднимаемся с постели, бегаем или чихаем, мышцы живота обязательно напрягаются. Поэтому, если убрать жир на животе, любой человек увидит свои кубики пресса. Однако, без тренировок они зачастую оказываются плоскими. На фотографии мы видим пример плоского и выпуклого пресса. Кому-то нравится более плоский пресс, кому-то более выпуклый. Это вопрос вкуса. Если у вас очень плоский пресс, это плохо. С той точки зрения, что ваши кубы будут видимы, заметны, только при очень тонкой жировой прослойке на животе, буквально в 1-2 мм. Так всегда было у меня. Выпуклый пресс видно, даже если на животе есть немаленький слой жира. Например, 5-8 мм. Ну, максимум 1 см. Иначе уже даже самый выпуклый пресс не сможет пробиться наружу. Косые мышцы также играют большую роль в эстетике телосложения. Если косые мышцы слишком развиты, вы получите внешность, как у статуи Геракла. Вы будете такой мощный, кряжистый и коренастый. Но талия будет как бочка. Это внешность на любителя, такой бычок. Такое телосложение характерно для борцов и атлетов, которые неграмотно тренировали пресс. Бугаристость косых мышц – это второй важный параметр. Если они бугаристые, ну то есть рельефные, на боках можно увидеть такую эффектную сечку. А это очень эстетично и эффектно смотрится. Как влияет процент жира в организме на рельеф вашего пресса? У мужчины жир чаще распределяется в области живота, а у девушки в районе бедер и ягодиц. Поэтому мужчине приходится снижать процент жира в организме примерно до 9,5% и менее, чтобы увидеть свои кубики. Да и то, если его пресс выпуклый, иначе придется сушиться, как мне, еще там до 8% и ниже. Девушке же удается продемонстрировать рельеф живота даже при 15% жира в организме и даже более, когда там 16% и даже больше, у девушек уже бывает довольно четкий пресс. Стоит уточнить, что у мужчин встречается отложение жира по женскому типу. Из-за высокого уровня эстрогенов, в результате генетических факторов, в результате употребления пива или каких-то медикаментов, бывает, что и у мужчины больше жир откладывается на бедрах, меньше на животе. Ну, нужно сказать, что и у девушек изредка жир откладывается в нехарактерных местах. Но все это больше исключение. Основную тенденцию мы поняли. У мужчин один тип отложения жира, у девушек другой, поэтому и процент жира должен быть разный. Минусы моего пресса. Он всегда был плоским, а талия была не то, чтобы широкая, но, по крайней мере, не узкая. Поэтому, помимо генетики, на это еще могло повлиять мое увлечение становой тягой с тяжелым весом. Еще один минус – это слабая бугаристость наружных косых мышц. Они у меня такие же плоские, как и пресс. То есть мне приходилось тренировать косые мышцы аккуратненько, чтобы они немножко более стали заметными, рельефными, чтобы появилась сечка. На силовые показатели пресса его плоский вид особенно не влияет. Человек может развить силу пресса, даже если форма кубиков от природы у него плоская. И силу косых мышц, даже если от природы они недостаточно бугаристые. Мои плюсы – это более-менее симметричное расположение кубиков на животе и не слишком большие косые мышцы. Давайте посмотрим, как будет выглядеть человек с генетически идеальными прямыми и косыми мышцами живота в результате грамотных тренировок. Он будет обладать узкой талией. Его косые мышцы не будут очень массивными и выпуклыми. Но у них будет хорошая бугаристость, они будут рельефными. Это все наша врожденная анатомия. Могут быть мышцы косые довольно массивные, но на них может не быть бугаристости, понимаете? Кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Кубики пресса будут симметрично расположены. И в идеале их количество будет от 6 до 8. Когда у человека 2 или 12 кубиков пресса, это выглядит немножко странно и стрёмно. Сами кубы пресса должны быть оптимально выпуклыми. Плоский пресс плохо просматривается сквозь даже тонкую жировую прослойку. А слишком массивный пресс придает талии объем и даже создает ложное ощущение небольшого пуза. То есть даже в майке может показаться, что у человека есть небольшой животик, а там на самом деле просто такие кубы, знаете, прям торчат. Я лично видел такие примеры, когда человек перекачал пресс, и у него мышечное пузо. Хотя жира нет, и конечно же и висцерального тоже жира нет. Именно кубы, прямо когда наклоняется человек, они прям начинают свисать. Теперь самое главное. Как тренировать пресс с учетом своих генетических особенностей? Первый шаг это оценить свою генетику мыши живота. Для этого стоит пройти сушку тела. Запомните, тренировка пресса не убирает живот, не сужает талию, не убирает жир на животе. Как же делать эту сушку? Ссылку «как» я прилагаю внизу в описании. До тех пор, пока вы не просушите свой жир на животе, сильно тренировать прямые косые мышцы не стоит. Вы можете себе все испортить. Если вы мне не верите, просто посмотрите на талии борцов и метателей. На античные статуи героев, спортсменов, которые в основном делали вращательные движения, занимались борьбой, метанием. И вам все сразу станет ясно. Если же вы борец, метатель, или пауэллифтер, или представитель какого-то другого вида спорта, где мышцы талии нужны, может вы гребете на коной, если вам нужен этот пресс для победы, то эта статья просто предназначена не для вас. Ни в коем случае я вас не критикую, я вас очень уважаю. После сушки посмотрите на свой пресс. Если кубики плоские, это означает, что нужно выполнять тренировку прямых мышц живота с дополнительным весом. В силовом режиме 8-12 повторений. Также нужно делать подъемы ног в висе на 8-12 раз. С небольшими грузами на ногах, или обхватив стопами небольшой вес, гантель допустим. И обязательно закручиванием тазобедренного сустава вверх. Без скручивания тазобедренного сустава и сгибания позвоночника, любой подъем ног превращается в работу над пояснично-повздошными мышцами. Подключается прямая мышца бедра, гребенчатая, повздошная и другие мышцы, не относящиеся к брюшному прессу. Пресс в этом случае будет работать скорее статически в малой степени. То же самое подъемы корпуса с блином за головой. Если вы будете выполнять их одновременно, скругляя спину, пресс будет работать мощно. Это будет одно из самых эффективных упражнений для массы кубиков. Если же спина будет прямой, будет напрягаться поясница и, возможно, опасная травма. А пресс работать все равно не будет, даже несмотря на большую нагрузку. Ведь она будет идти не по адресу. Конечно, даже при неправильной технике пресс все равно будет качаться. Но акцент будет совершенно не тот. Но согласитесь, напрячь ваши мышцы пресса на 10% или заставить их работать на всю катушку. Это большая разница. Поэтому следите за техникой. Если ваши косые мышцы не массивные, а талия узкая, но нет рельефа косых мышц, они слабо развиты, можно поработать над развитием косых мышц, потому что это прибавит им бугаристости. Нужно выполнять упражнения с боковыми скручиваниями корпуса, наклонами и поворотами, но без больших весов. В режиме 15 и больше повторений, чтобы не прибавить слишком сильно в массивности. Если же вы увидите, что ваши косые мышцы очень массивные, стоит не только отказаться от любых боковых наклонов и поворотов корпуса, но и от тренировки прямой мышцы живота в силовом режиме 8-12 повторений или даже меньше повторений. Ведь вы можете позволить себе только легкие упражнения в этом случае. Только что-нибудь вроде скручивания, лежа на спине на 20-30 повторений в подходе. И всегда-всегда в этом случае важно работать без отказа в мышцах. Но как же регулировать? Нам нужны легкие нагрузки на пресс и редкие, или наоборот, частые и тяжелые. Для этого нам просто нужно замерять талию и визуально контролировать рост косых мышц и вообще их состояние. Внимание! Бугаристость на мышцах появляется не потому, что мы выполняем миллион повторений, а точнее вообще не поэтому. Бугаристость появляется просто потому, что мышцы гипертрофируются, и мы уже видим эти мышечные волокна. Многоповторные тренировки сами по себе ничего не шлифуют и не формируют. То есть, если у вас там креплений мышц нет, никакие бугары там не появятся. Просто почему тренировка дает бугаристость мышцам? Слабо развитые мышцы становятся заметно развитыми. Вот мы видим, что рельеф тех или иных мышц улучшился. Многоповторные тренировки сами по себе ничего не шлифуют, хоть делай по 100 повторений, и не рельефят. Рельеф – это низкий процент жира и развитые мышцы. И ничего другого. При широкой талии не стоит выполнять тяжелую становую тягу. А все тяжелые подходы упражнений нужно делать со специальным поясом. Применять корсеты, а тем более спать в корсете, для уменьшения талии и косых мышц, в частности, я не советую. Я видел примеры, как у таких не очень умных спортсменов начинались сильные проблемы с позвоночником, боли в спине, вплоть до попадания в больницу. Потому что все-таки, уменьшая себе мышцы талии с помощью корсета, ты их сознательно атрофируешь. Но это же держит твой позвоночник, это же твой мышечный корсет, который избавляет тебя от боли, не дает ощущаться твоим старым травмам. Поэтому, если ты хочешь узнать, здоровый ли у тебя позвоночник, просто перестань тренировать пресс, да еще и ходи в поясе, и через месяц там все твои грыжи и протрузии, все вылезет наружу, заболит, ты все почувствуешь. Поэтому лучше этого, наоборот, не делать, а регулярно тренировать мышечный корсет, мышцы кора и, в частности, пресс, о чем мы сегодня говорим. Друзья мои, человек не может самостоятельно, эффективно себя тренировать и быстро прийти к цели, если у него нет опыта и знаний, которые накапливаются не просто годами, а десятки лет. В частности, я уже тренируюсь 26 лет. Я начал 19 лет, сейчас мне уже скоро будет 45. Поэтому попрошу вас, если вы хотите получить действительно быстрый результат, смотрите мои обучающие видео, подписывайтесь на мой канал, на мой чат в Телеграме, на мою почтовую рассылку, все ссылки на все подписки есть в описании. А если вы хотите прямо увидеть невероятно быстрый результат за несколько месяцев, лучше всего сделать это благодаря моим индивидуальным тренировкам по интернету. Один из самых простых вариантов этих тренировок, самый доступный вариант, это жаротопка. Фитнес-марафон, где я в течение месяца занимаюсь вами, помощь оказывается в закрытом общем чате, каждый участник получает индивидуальную программу и диету. Это вариант доступный для каждого. Ну а если вы хотите VIP, хотите, чтобы я сам вам звонил, чтобы мы общались подолгу, переписываться индивидуально лично со мной, выбор за вами в любом случае. Даже если вы просто прочтете мою книгу, которая к каждому моему видео прилагается в описании, в виде ссылки, вы все равно обязательно получите колоссальный прогресс и убедитесь, что мои советы работают, в том числе они работают без применения той или иной фармакологии, и прогресс действительно становится более быстрым. На этом я прощаюсь с вами, надеюсь вам было полезно и интересно. Пока, друзья, до новых встреч!